В городском округе Люберцы продолжаются рейды по выявлению незаконных мигрантов. На этот раз под проверку по обращению представителей общественности попал индустриальный парк в Октябрьском, где находятся около 350 предприятий и складов. Наша съемочная группа присоединилась к инспекции. В одном из крупнейших индустриальных парков городского округа Люберцы работает около полутора тысяч человек. Большинство – местные жители. Доля трудовых мигрантов от общего количества сотрудников составляет 20%. Руководство промышленного кластера следит за тем, чтобы у всех иностранцев была регистрация по месту пребывания. Это одно из главных условий приема на работу. Распоряжение губернатора, где говорилось о том, чтобы каждый работодатель по возможности обеспечил рабочие места, на нашей территории был открыт хостел, на котором проживают сотрудники наших предприятий, сотрудники наших предприятий-партнеров по официальным договорам. Наш хостел находится внутри индустриального парка, вдали от всех жилых массивов поселка, под круглосуточной охраной. Кроме этого, у нас камеры подключены к безопасному городу. Специальная комиссия, куда вошли представители администрации, полиции, народные дружины и общественности, убедилась в этом лично. Посетив десятки промышленных предприятий и складов, сотрудники правоохранительных органов проверили документы 58 иностранных граждан. Жители жалуются о том, что здесь находится большое количество рабочих, которые работают также на данном предприятии. И, соответственно, в связи с этим мы посетили это место, выбрали его как точку для проверки сегодня. Все документы их сотрудники посмотрели, нарушение миграционного законодательства не выявлено. Много здесь также работают жители именно поселка Октябрьский, которому предоставлены рабочие места. Это, наверное, как-то надо оценить. Если кто-то что-то и пишет, то придите. Для всех дверей-то открыто можно пройти, посмотреть. Тогда сфотографируйте и предоставьте. По поручению главы городского округа Люберцы Владимира Волкова, подобные рейды проходят регулярно, не реже одного раза в неделю. Под инспекцию прежде всего попадают объекты, на которые указывают жители. Луиза Игия, Зарян Сергей Гвоздев, Люберецкое телевидение.